МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите главные новости Благовещенска. О событиях из жизни Амурской столицы расскажу я, Екатерина Борисова. Здравствуйте! Жителям 38 МКД областного центра Чигирей и аэропорта сделали перерасчет за тепло. Корректировать платежки за коммунальное благо пришлось после проверки общедомовых счетчиков по итогам года. К концу марта такую ревизию ДГК проведет и в других домах города. Продолжу после анонса. Время собирать камни. Дорогу к новой школе в Благовещенске преобразят в рамках нацпроекта БКД. Какой объем работ предстоит, доложили Олегу Имамееву. Преступный маскарад. Трое жителей областной столицы ограбили иностранного предпринимателя, придя за золотом в балаклавах, злодея подправят под суд. Налоговые тонкости. Народный фронт и инспектор ФНС помогут амурским бизнесменам без потерь и нервов перейти на новую систему отчетности. Пожар полыхал в деревянном доме на Раздольной. Двое его жителей чудом не пострадали от огня благодаря очевидцам и спасателям. Шокированные благовещенцы эксклюзивно прокомментировали ЧП нашей съемочной группе. В 5 часов утра мы вставали, еще все было нормально. Но потом, не знаю во сколько, может совсем, нас разбудили и выбили из дома. Никто не пострадал. Дом нормальный, сердце сгорело. По словам хозяйки деревяшки, которая пыталась справиться с пережитым шоком у соседей, из горящего дома ее вынесли какие-то мужчины. Им женщина передала огромную благодарность. Горожанка также отметила, пожарные, прибывшие на место, действовали очень быстро. Этим спасли жилплощадь от большого ущерба. Всего на ЧП работали 13 огнеборцев и 3 спецмашины. В 7 часов 41 минуту на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в одноэтажном жилом доме по адресу город Благовещенск, улица Раздольная, 39. По прибытию пожарных подразделений происходило открытое горение веранды по всей площади, а также частично горение кровли. Звеньями ГДЗС, натушения пожара и защиту смежных помещений было подано 3 ручных пожарных ствола. И к другим темам. В Благовещенске появится второй проекционный светофор. Его обустроят на улице Тепличной. Отрезок магистрали от Воронкова до Игнатьевского шоссе в этом году переживет масштабную реконструкцию. На каком этапе подрядчики во время выездного совещания выяснил мэр Олег Имамеев. Подробности в сюжете моей коллеги Кристины Слепцовой. Жить в гравийном исполнении Тепличной осталось всего несколько месяцев. В этом году отрезок от Воронкова до Игнатьевского шоссе оденут в новый наряд. Осилить дорожникам предстоит огромный объем работы и в короткие сроки. Сейчас подрядчик уже в принципе готов заходить на экспертизу с первым пусковым, это с инженерными сетями, чтобы как можно раньше приступить к работам. Это ориентировочно, это числа 15 апреля. У нас в первом идут сети, да? В первом сети. Что к сетям относится? Какие сети именно здесь ремонтируются или строятся новые? Здесь реконструируются существующие. Это водопровод, канализация и теплотрасса. Кроме инженерных сетей, подрядчику предстоит обустроить ливневку, расширить улицу до четырех полос, уложить асфальт, установить дорожные знаки, автобусные остановки, освещение и обустроить пешеходные дорожки. Как будет организовано движение автомобилей на время ремонта, до конца не решено. На сегодня прорабатываются два варианта. Один из них – это полностью перекрытие движения по улице Тепличной, другой – с частичным проездом технологического транспорта. То есть для строителей и остальным благовещенским автомобилистам придется пять месяцев потерпеть и выбрать для себя альтернативные маршруты. Дорога пролегает вдоль новой школы на полторы тысячи мест. Особое внимание власти уделяют безопасности. Зачастую ровный асфальт для многих водителей – сигнал к превышению скорости. Поэтому оборудуют и два пешеходных перехода со светофорами. Один из них будет проекционным. В районе улицы Воронковой, ближе к улице Игнанинского шоссе, чтобы кому как удобно, то есть со стороны, допустим, улицы Воронковой, могли идти по одной стороне дороги или по другой, также вот с этого большого жилищного комплекса в районе областной больницы. То есть максимальное удобство будет для перехода. Также будет устроено освещение, естественно, леерное ограждение, там, где оно необходимо, озеленение, то есть все работы в полном объеме будут выполнены. Срок окончания работ не позднее 31 августа 2023 года, чтобы к 1 сентября объект был в эксплуатации. Ремонт проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Напомню, самую большую школу Преамуря здесь возводят в рамках другого нацпроекта образования. Распахнуть свои двери для городских детей она должна в День знаний. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Благовещенцы в Балаклавах ограбили иностранца на 10 миллионов рублей. Подозреваемых задержали амурские полицейские. Городской суд отправил их под домашний арест. Преступление произошло в ночь на 15 января. Трое неизвестных в Балаклавах проникли на территорию базы на Октябрьской, вошли в здание, связали сотрудника предприятия. Иностранца взломали сейф. Оттуда похитили наличку и ювелирные украшения. Потерпевший написал заявление, благовещенские полицейские возбудили уголовное дело и вышли на след злодеев. Как оказалось, к совершению грабежа причастны трое благовещенцев в возрасте от 27 до 49 лет. Подозреваемых задержали по местам жительства при поддержке сотрудников СОБР регионального управления Росгвардии. Часть похищенного у злоумышленников изъята. В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств данного преступления и розыск похищенных ценностей. Как не попасть на уловки мошенников, благовещенским пенсионерам рассказали амурские судебные приставы. Встречу провели в городской ассоциации пожилых людей. Пожилые люди доверчивы и, к сожалению, часто подвергаются воздействию мошенников. По итогам работы за 2022 год всего на исполнение находилось порядка 40 тысяч исполнительных производств в отношении пенсионеров на сумму 3,8 миллиарда рублей. Акцию приурочили ко Всемирному дню безопасного интернета, который в этом году отметили 14 февраля. Судебные приставы рассказали городским пенсионерам про основы компьютерной гигиены и как не стать жертвами дистанционных мошенников. Кроме того, серебряных благовещенцев познакомили с сервисом Банк данных исполнительных производств. Объяснили, как пользоваться порталом госуслуг, показали примеры электронных писем, присланных лжеприставами. Общественники помогут разобраться амурским предпринимателям с переходом на единый налоговый счет. На базе регионального исполкома Народного фронта организовали горячую линию, где консультируют по вопросам задолженности или других проблем, связанных с ЕНС. Почему благовещенские бизнесмены считают, что справочные службы не понадобятся, узнаете из сюжета. Несколько нажатий на клавиши вместо огромной кипы бумаг. Раньше предприниматели тратили уйму времени, чтобы заполнить все отчетные документы. Сейчас могут провести эти часы с пользой для бизнеса. Руководитель консалтинговой компании Татьяна Максимова уверена, переход на единый налоговый счет точно упростит жизнь тех, кто ценит каждую секунду. Стоит лишь подождать, когда система отстроится. У меня есть, знаете, такое сравнение. Лет пять назад участники ВЭД переходили на единый лицевой счет. Соответственно, если до этого, 10 лет назад, на каждой таможне оставались какие-то остатки, и чтобы их вернуть, нужно было подать целый пакет документов, нотариально заверенный даже, то сейчас у нас на едином лицевом счете накапливается вот эта переплата, которой мы можем распорядиться в любое время. На помощь тем, кто боится не разобраться в тонкостях новой системы, пришли общественники. Народный фронт области готов проконсультировать амурских бизнесменов, у которых возникли сложности после перехода на единый лицевой счет. На базе исполкома Народного фронта открыт центр консультирования граждан и предпринимателей по возникшим вопросам и проблемам с единым налоговым счетом. Если у предпринимателей возникли вопросы по поводу отсутствия доступа к единому налоговому счету, либо у них вдруг появилась задолженность, которая не должна у них быть, то также вы можете проконсультироваться с нашими специалистами. Налоговая, в свою очередь, тоже организовала справочные службы. Всего больше 20 линий со специалистами ведомства. Инспекторы заверили, хоть новая система и намного проще предыдущей, нормально, если у ответственных налогоплательщиков возникают вопросы. Ответы на часть из них разместили на промстранице «Единый налоговый счет» сайтов НС и в электронном сервисе часто задаваемые вопросы. Мы готовы помочь налогоплательщикам разобраться во всех особенностях применения ЕНС, в том числе путем проведения индивидуальной сверки в территориальных налоговых органах работают консультационные пункты, принимают звонки справочная и телефонная служба, за которой закреплены ответственные специалисты. Также можно уточнить все интересующие вопросы по телефону единого контакт-центра ФНС России. Очно разобрать сложности с переходом на ЕНС предлагают на дне открытых дверей 17 и 18 февраля. 21 в 10 утра в Благовещенске проведут семинар для амурских бизнесменов. Предприниматели из отдаленных районов Преамурья смогут поучаствовать в нем онлайн. Кристина Слепцова, Екатерина Борисова, Максим Яценко. Программа «Город». 34-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана отмечают сегодня в стране. В память об амурчанах, исполнявших свой воинский долг за пределами Отечества, в Благовещенске возложили цветы. Традиционно первые лица города, области, ветераны боевых действий собрались у памятника в сквере имени воинов-интернационалистов. Мы отдаем дань уважения всем амурским ветеранам боевых действий, которые воевали в горячих точках. Мы честуем всех участников боевых действий, которые своей доблестью и отвагой доказали верность отчизне. Исполняем голову в память о погибших героях, чей подвиг непомеркнет с годами. Наши воины честно и доблестно выполнили интернациональный долг. По данным Министерства обороны, за 10 лет службу на территории Республики Афганистан прошли более 620 тысяч человек. Более 14 тысяч не вернулось. Мы всегда будем помнить и чтить наших героев. Вечная память нашим героям, которые, несмотря ни на что, не отступили от поставленных перед ними задач и сохранили верность своей присяге и своей Родине. Сегодня особенно хочется поблагодарить всех, кто защищал и по сей день защищает интересы нашей страны за ее пределами. Школьники и студенты Амурской столицы примеряют на себя профессии в онлайне. Платформу креативных направлений Мобильный университет презентовал городской отдел по делам молодежи и управления образования. Постигать тонкости больше 10 креативных профессий на платформе «Молодежь Благовещенская» может в трех форматах – экскурс, обучение и освоение навыка. В числе представленных направлений – маркетинг, творчество, бизнес, развитие личностных качеств. Мобильный университет «Всероссийский проект» в областном центре программа стартовала 1 декабря. За это время на платформе зарегистрировались больше полутора тысяч человек. Около тысячи успешно прошли курсы по разным направлениям. Временное потепление придет в Преамуре вместе с двумя циклонами. Пока температура февраля ниже климатических норм. Как говорят амурские синоптики, первая декада февраля холоднее обычного на 1,3 градуса. Но в ближайшую неделю осадки и потепления в регион принесут два циклона. Первый подберется к региону с юго-запада, к четвергу. Он и повлияет на повышение температуры. В воскресенье придет второй вихрь с юго-востока. Оба отметятся слабыми и умеренными осадками на территории всего Преамурья. В начале следующей недели погода восстановится и в Амурской области вновь похолодает. Отправиться в путешествие на поезде со скидкой предлагают благовещенцам в празднике. Ко Дню Защитника Отечества железнодорожники запустили спецтариф на билеты в купе, СВ и люкс. Заплатить попросят меньше на 23%. Воспользоваться предложением получится до 22 февраля. Надеемся, что были для вас не только интересными, но и полезными. Больше информации на tv-город.рф. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова